Сегодня в Казани простились с экипажем разбившегося Боинга. Родные, близкие и коллеги собрались у здания международного аэропорта Казани. Первыми похоронили командира лайнера Рустема Салихова. Тем временем в самой воздушной гавани столицы снова сбилось расписание полетов авиакомпании «Татарстан». Рейсы задерживают. В чем причина сегодня, выясняла Алия Сафина. Задержки рейсов в авиакомпании «Татарстан» продолжаются. Накануне был задержан самолет в Москву. Вылет должен был состояться в 7 часов утра, однако время неоднократно переносили в последний раз на 19.50. И это не единственный случай. Вот как ситуацию с задержками рейсов комментируют в Татарской транспортной прокуратуре. В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка по факту задержки вылета четырех рейсов с вылетом из международного аэропорта Казани на срок свыше 7 часов. В том числе рейс авиакомпании «Татарстан» по маршруту «Казань-Домодедово», который задержан по техническим причинам на 18 часов. И рейс авиакомпании «Татарстан» также по маршруту «Казань-Ташкент». По причине отсутствия резервного воздушного судна задержка составила 11 часов 45 минут. Рейс авиакомпании «Татарстан» по маршруту «Казань-Ростов-на-Доно» по причине задолженности по оплате горюче-смажечных материалов на 7 часов 5 минут. По вышеуказанным фактам задержек вылетов авиарейсов из международного аэропорта Казань прокуратурой проводятся проверки. И по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, направленный на привлечение виновных лиц, предусмотренным законом ответственности. Расследование уголовного дела по факту крушения самолетов в Казани продолжается. Сейчас в центре внимания обстоятельства обучения и переподготовки членов экипажа разбившегося Боинга. На сегодняшний день установлено, что командир самолета Рустем Салихов имел специальность штурмана воздушного судна, а затем он якобы прошел обучение, получив диплом пилота коммерческой авиации в одном из авиационных учебных центров, действовавших в 2008-2009 годах. В настоящее время эти центры уже ликвидированы, а лицензировались они Росавиации. Так вот, в связи с этим, сегодня главным следственным управлением Следственного комитета России в ряде департаментов Росавиации проводятся обыски, связанные именно с изъятием документации, касающейся деятельности этих учебных центров. По результатам проведенной экспертизы появилась информация о пилотах. Признаков алкогольного или наркотического опьянения в их крови не обнаружено. Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев в прямом эфире обсудил обстоятельства трагедии с журналистами российских телеканалов. По его словам, сама система авиаперевозок за последнее время деградировала. Нормальных самолетов стало меньше, но в то же время больше перевозчиков. Он подчеркнул, что авиакомпании должны быть прежде всего безопасными. У нас было 400 авиакомпаний. Осталось чуть более 100. Сколько нам нужно, нужно определить, на самом деле, исходя из потребности страны. У нас очень большая страна. У нас очень много перевозок потенциально. Было, есть и будет. Но их должно быть разумное количество. Авиакатастрофа 17 ноября в Казани заставила пересмотреть не только количество, но и качество услуг, которые предоставляют авиаперевозчики. Теперь под пристальным вниманием Росавиации будут все авиакомпании Татарстана. Их ожидают внеплановые инспекционные проверки. Алия Сайфина, Равкадзиадинов, Вести, Татарстан. Сегодня же стало известно, по указу руководителя Росавиации, ведомство проверит все свидетельства, выданные переучившимся на пилотов штурманом и бортинженером.